Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами продолжаем отвечать на вопросы, пришедшие на портал exeget.ru Короткий вопрос. Как защититься от колдовства? Знаете, я вот сам в свое время увлекался магией, эзотерикой, оккультизмом и встречал там разных людей, которые утверждали, что они там колдуны, маги, экстрасенсы и чувствовал какие-то интересные воздействия от них. Кто-то из них говорил, что они от Бога, кто-то не от Бога, но в конце концов стало ясно, что никто из них не от Бога, потому что Бог такие силы, такие способности просто так не дает. Лукавый иногда дает человеку доступ к особым возможностям духовного мира. Обычно это происходит через падших ангелов, бесов, которые начинают помогать человеку. Правда, они одной рукой помогают, а другой повреждают его душу. А наивный человек думает, что у меня, наверное, способности, а я там потомственный какой-то там экстрасенс или колдун. Обычно такие сверхъестественные дары получают, например, старцы. Но они всю жизнь там ходили в храм, исповедлись, причащались, сидели в лагерях, встречались с трудными жизненными испытаниями, в которых сохраняли верность Богу, всю жизнь Богу служили и людям служили. И где-нибудь годам к 60-ти авось там проснется, у него там дар молитвы чудотворной, или там помощи бесноватым людям, или дар прозорливости. А так, например, как бабка Ванга, там какая-то песчаная буря, там ее метала, головой шандарахнула, и что-то у нее там открылось. Или какая-нибудь бабушка перед смертью схватила свою внучку за руку и передала ей какой-то дар. Бог так духовные дары не дает. Поэтому если у вас там вещи и сны, экстрасенсорика, способны слечить людей руками, у вас или у ваших родственников, не обольщайтесь. Это не от Бога. И это крайне духовная опасная вещь, которую Бог запретил. Не потому, что он вредный, а потому, что для нас это просто очень и очень опасно. И вот люди, которые занимаются колдовством, некоторые из них не могут вырваться из лап дьявола, а некоторые потом с перепугу приходят к Богу. Вспомним книгу «Несвятые святые», как Владыка Тихон, будучи студентом в ГИКО, занимался спиритическими сеансами, испугавшись, пошел крестился. Для него это, наоборот, был такой толчок для того, чтобы понять реальность духовного мира и обратиться к Богу. Потому что никто, кроме Бога, этим злым силам противостоять не может. Даже если мы возьмем священное писание, мы не встретим случаев, когда до Христа кто-то изгонял бесов. А Христос и его ученики божественной силой, благодатью, божественной этой энергией могли их изгонять. Поэтому если мы с чем-то потусторонним столкнулись, надо этому противостоять Божьей силой. Других способов просто нет. Если вы чем-то таким занялись, срочно прекращайте и выцерковляйтесь. Вот, если вы обращались к кому-то из таких людей, покайтесь в этом на Таинстве Исповеди и больше никогда не обращайтесь. Очень много примеров, когда некоторые колдуны приходили к Богу и начинали выцерковляться, исповедаться, причащаться. Эти способности у них просто отваливались. Однажды я шел по улице Моросейка на Китай-городе и увидел вывеску «Ведьмина счастье». Это был ведьминский салон. Зашел туда, уже потирая руки во всем своем монашеском, вот, и сверху спускалась женщина с чемоданом. Говорю, вам помочь? Нет-нет, спасибо. Ну и начинаю самопрезентацию, говорю, вот я монах, там спичор. Спичор? Да вы что? А я в этой воинской части родилась. То есть вот какова вероятность, что в центре города Москвы в ведьминском магазине я встречу печерянку? Говорю, а что, вы там чем-то увлекаетесь? Да нет, я раньше увлекалась, там практиковала, а сейчас уже нет. А что вы здесь делаете? Ну, пришла подруга навестить. А, ну понятно. Захожу, и там стоят две девчонки, все в черном, у одной глаз косит, ну такие, как вот из фильмов ужасов. Здравствуйте, вам что-нибудь рассказать? Я говорю, да я вам сам могу что-то рассказать. А что вы можете нам рассказать? Ну вот знаете, у нас в Печорском монастыре были старцы. Один из них был отец Адриан. Он занимался отчитками бесноватых. Ну то, что на Западе называется экзорцизмом. Они такие, о, экзорцизм, интересно. А знаете, кто часто к нему приходил вот на эти отчитки? Кто? Ну вот люди, которые занимались магией, эзотерикой, оккультизмом. Бесы имели над ними особую власть, мучили их, и они нуждались в помощи от отца Адриана. О, ничего себе. Говорю, а вы сами какого мировоззрения придерживаетесь? Ну, знаете, нам по корпоративному кодексу не положено об этом говорить. Но вот если вы такой верующий, у нас есть свечи. Они помогают наладить связь с Архангелом Михаилом, Архангелом Гаврилом. Говорю, спасибо, у меня с ними вроде неплохо общение идет. Ну ладно, если вам что-то интересно будет, вы обращайтесь. В этом магазине стоят языческие стуканы, деревянные идолы славянские, такие бафометы с рогами на пентаграммах, тарелочки для того, чтобы спиритические сеансы устраивать. Стрелочка крутится и показываете буквы алфавита. Это целая комната, заваленная разными видами таро. Я, правда, не знаю, зачем мне нужны разные виды. И где-то за занавесочкой идет консультация, что у вас такая-то планета в таком-то доме, в общем, такой-то прогноз. Я читаю книгу отзывов. Ой, спасибо этому мастеру, у меня там деньги пошли. А вот этот мастер точно потомстный сильный человек. У меня там парень нашелся там или еще что-то произошло. И куча благодарностей. И заходит девушка такая, ну, очень хорошо одетая, с таким вот крестиком, со стразиками, и начинает все рассматривать. Говорю, девушка, а вы тоже чем-то таким интересуетесь? Такая, да-да-да. Говорю, ну, понимаете, показываю на крестик. Вот это, то, что у вас на груди висит, и то, что вокруг, оно не очень как-то вяжется. Она такая, а что, Христос против саморазвития? Говорю, нет, Христос не против саморазвития. Просто духовное развитие должно проходить немножко в ином русле. Конечно, к христианству ее обратить не удалось, но из магазина она убежала. И вот многие люди интересуются этими поту сторонними вещами по разным причинам. Кто-то из любопытства, кто-то из гордыни своей, он хочет быть сильнее и умнее, иметь какие-то способности, которых нет у других людей. Кто-то просто в отчаянии не знает уже, за что зацепиться, и к кому обратиться, обращается к таким людям. Вот, поэтому, если вы хотите защититься от колдовства, выцерковляйтесь, исповедуйтесь и причащайтесь. Преподобный Паисий Святогорец говорит, что дьявол на такого выцерковленного человека просто гавкает, как беззубая собака, и не может ему сделать, потому что этот человек огражден силой божественной благодати. Вот и ограждайте себя этой силой. Бог в помощь. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok